По разу в неделю собираем их у Владимира Валерьевича, разговариваем. Ну давайте, может быть, если не получится, разок соберемся в прокуратуре. Еще раз напомним статью закона, их ответственность и обязанность каждого. Столи резкие высказывания депутат Государственной Думы Николай Панков позволяет себе редко, но на этот раз не сдержал эмоций. Подрядчик, который выиграл аукцион на реставрацию музея в Хвалынске, игнорирует свои обязательства. Конкурсы прошли, финансирование есть, он может выходить. Если он не хочет этого делать, то надо смотреть уже дальше, почему он это не хочет делать. Из-за каких причин? Если это объективные причины, зависящие от нас, то их нужно устранять. Если нет, тогда надо все-таки побуждать подрядчик, чтобы он выходил с законными методами. На реставрацию музея направили 19 миллионов рублей. Аукционы еще в начале весны выиграла саратовская организация ООО «Прана». 1 марта музей закрылся и с тех пор готовился к важному событию. Сотрудники переносили экспонаты в хранилище, снимали карнизы, убирали все из залов. Однако уже два месяца подрядчик ищет оправдание своей нерасторопности вместо того, чтобы работать. Если подрядная организация, имея смету, имея проект, осознанно выходит и выигрывает, то она должна выходить и работать. А если организация потом начинает говорить, что здесь я с чем-то не согласна, Зачем тогда вышли? Вы вышли просто понудить, чтобы вам отдали деньги и потом уйти в скандал? Не работать. Это неправильно. Мы же исходим из того, что есть финансирование, есть проект и нужно работать. Одновременно с этим были направлены деньги на реставрацию культурного объекта в Вольске. Там трудится подрядчик из Ульяновска. И это, говорит Николай Панков, небо и земля саратовской организации. Там уже половина работы выполнена, а в Хвалынске, как говорится, конь не валялся. Будем расторгать с ними договоры, привлекать их к ответственности. Понимаете? Потому что наша с вами порядочность, они воспринимают как слабость. Обидно, что вот вчера ульяновские работают придраться не к чему, а наши саратовские еще не вышли. Если бары такие, слушайте, пускай в другом месте, пускай на коммерции работают. Пускай рынок свободный и не лезут тогда в государственные объекты, если они не могут работать на государственных объектах. Николай Панков пообещал, что если на следующей неделе подрядчик не приступит к работам, придется обращаться в прокуратуру.